Посол Узбекистана в странах Бенилюкс принял участие в работе 27-го заседания Берлинского Евразийского клуба. Темой собрания стала новая стратегия ЕС по Центральной Азии – укрепление регионального сотрудничества. На мероприятии также приняли участие представители дипломатических, общественно-политических и аналитических кругов, а также члены Европейской комиссии. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев призвал разработать новые подходы к расширению деятельности Берлинского Евразийского клуба. Как в формате Казахстан-Евросоюз, так и в формате Центральной Азии-ЕС. Предложил создать экономический форум Европейский Союз-Центральная Азия, который будет содействовать практическому сотрудничеству между европейским и центрально-азиатским бизнесом. Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан заявил, что за последние годы регион Центральной Азии претерпел значительные изменения, которые приблизили его к Европе. Центральная Азия сегодня занимает важное место в повестке Дня ЕС. Не из-за какого-то конфликта или кризиса в регионе, а наоборот, из-за позитивных событий, новых ветров в Центральной Азии, подчеркнул дипломат. ЕС очень заинтересован в активизации своего участия в Центральной Азии, чтобы регион развивался как мирное, устойчивое, процветающее и более тесно взаимосвязанное экономическое и политическое пространство, добавил европейский дипломат. Мы видим Узбекистан в качестве восходящей звезды в Центральной Азии. Очень интересно проводить параллели между текущим развитием Узбекистана и Казахстана. Страны очень разные, у каждой из которых есть свои сильные стороны. К примеру, немецкий бизнес очень хорошо понимает менталитет узбекских предпринимателей. Существует большая близость в подходах Узбекистана и Германии к выполнению работы. Также он заявил, что Узбекистан не только рынок с 30-миллионным населением для реализации товаров, но также интересная страна с точки зрения налаживания производства.